Саламу алейкум Субтитры создавал DimaTorzok Бухара Древняя, священная и благородная Она магнитом притягивает взоры миллионов людей Своим восточным колоритом Когда входишь в тени узких улочек старого города Начинаешь сомневаться, что время не подвластно человеку Здесь каждый уголок земли хранит свою память Каждый памятник – легенда А каждый кирпич хранит в себе тайные загадки истории Бухара Бухара словно волшебная шкатулка Со старинным механизмом И я вам ее приоткрою Изумительная архитектура Извилистые улочки Ремесленные лавки и мастерские Красочные ковры Яркая расписная посуда И вся эта атмосфера Древнего Востока Славит наш город веками На протяжении многих веков Она была центром развития ремесленного производства На сегодняшний день здесь просветают уникальные направления многовекового искусства В их числе коврот качества Кузнечное гончарное дело Чеканка Резьба по дереву И другие виды искусства Редактор субтитров А.Семкин Как говорил один мудрец Пустыня всегда являлась тем местом на земле Перед которым люди испытывали благовенный страх А еще пустыня Это живое существо Которое может либо принять Вторнувшийся на ее территорию странников Либо нет Все зависит от характера и настроения обеих сторон Субтитры создавал DimaTorzok Рыбалку этим чудесным жарким днем мы начинаем на озере Шуркуль Озеро Шуркуль это жемчужина в пустыне Как и большинство пустынных озер Оно было создано человеком Благодаря этому в пустыне и возник этот оазис Оазис первозданной красоты Это озеро находится в 80 километрах от города Бухары Ее площадь составляет 120 квадратных километров А средняя глубина озера 8 метров В этом озере водится сазан, белый амур, карась и другая белая рыба А из хищников встречается судак, жерех И, конечно же, хозяин глубинных ян Сом Вот так через Шуркуль И еще один наоборот Иголочки, все косточки удаляются Это чисто филе получается Чисто филе, да Чтобы он его вот так не укололся Ничего, интересно Вот он сазан берет здесь нарезку И на креветку тоже берет На креветку очень хорошо тоже клюет Да, ну вот у нас есть еще креветочки Так что мы на креветку тоже поставим Сейчас я уже первый заброс сделаю Давай, забрасывай, я еще нарезу Сейчас своему дочку тоже подготовлю Еще пока светло, в принципе, на крупную рыбу На собой рассчитывать пока не будет Да, еще погод, смотри, стиль Здесь обычно покрывки бывают вечером Вечером желательно, чтобы ряб было Вот тогда он берет, да Ну, что, рыбаки надеждой живут Будем надеяться Будем надеяться Но он скользящий Можно его отрегулировать Уровень глубины Вот, два таких вертышка И груз на 40 грамм Надо забрасывать Сколько подальше, сколько лучше Еще наденем сюда Поводочек с крючком И нарезкой И сделаем первый заброс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Валович, расскажи, как ты начал увлекаться рыбалкой И что для тебя рыбалка? Ну, это история долгая, конечно Но мне так кажется, что это у меня в генах было заложено У меня отец рано умер Но он был рыбак, охотник, мне рассказывали И вот раньше, если помнишь, жили общими дворами в старых медресе Вот я туда приходил к бабушке И как-то один мужик вышел И мне подарил, знаешь Если помнишь, на картонных мотовильцах Зеленая леска Я никогда не забуду эту удочку Картонная мотовильца, зеленая леска Дробинка и красный, сверху Красный, снизу белый поплывочек И он говорит Это твой отец мне подарил Вот я не воспользовался Я тебе его дарю И вот с тех пор во мне что-то щелкнуло Я бредил рыбалкой Хотя пацан, что я знал И мне дядька там какую-то тутовину срезал Привязал, взял меня На Зиравшан раньше ездили отдыхать на речку И вот там у меня состоялась первая моя рыбалка И вот чисто интуитивно я понимал Что если поплывок исчезает, надо тащить Ну все, с тех пор я пропал уже А вот рыбалка для меня Это отдушина Это уехал с города От этой суеты И все И стараешься телефон выключить И все И ты забываешь о всех проблемах Вот дома невозможно расслабиться Все равно возьмешь телефон И тут начинаются проблемы Там с работы подводят Еще что-то А на рыбалке все-таки отвлекайся Здесь же нужно думать Все думают, что на рыбалку мы едем как будто в магазин А здесь надо подумать Как ее заставить клюнуть, ключик подобрать И вот мысли все об этом Как ее словить, как ее приманить Ну и опять-таки общение, встречи с друзьями Вот здесь вот Любой человек друг уже, понимаешь Приходит, здоров, как дела Клюет, не клюет, пять десяток Ну вот, коротко если говорить А так об этом бесконечно можно говорить Недаром столько людей увлечены рыбалкой Это же не просто так Это слияние с природой А это самое главное Не терять корни свои О, хорошо легла Остается только ждать Когда же она схватит Нашу насадочку Будем ждать Молодец, у тебя есть интересная эпическая история Вовле крупной рыбы? Ну, у меня есть целая эпопея Ну вот очень похожая, знаешь Ты читал это, наверное Наш умевший такой Всем известный Старик и море Хемингуэя Вот очень похожая Мы как-то поехали с ребятами На велосипедах, еще молодые совсем На рыбалку Ловили шамайку На дюкер Первый дюкер Там, знаешь, яма огромная Вот ловили-ловили Вечерок, уха там посидели Ну, немножко выпили Они бесились-бесились А у меня раньше так вот Если я сразу не засну Я всю ночь спать не буду В общем, они угомонились У меня сна нету Сижу и вдруг Бабам-бабам Такие всплески в яме внизу Я думаю, а темно Чуть-чуть луна Так видно еле Спускаюсь вниз Присматриваю И вот, знаешь, вот как вот Показывают охоту китов за селедкой Вот так же эта шамайка разлетается В разную сторону И такой хвост пятнистый Шарах Шарах Сом? Сом! Огромный сом! А у меня удочка тогда не было таких снастей Бамбуковая, трехколенка, толстая Вот кончик, вот как мизинец был Кольцо алюминиевое 0,8 лецкое и катушка неба И крюк здоровый там Ну вот на всякий случай Я достаю быстренько в садке Вот эта шамайка За этот Забрасываю Сижу его возле поплывка Опять раз в разную сторону И всплеска нету Поплывок ушел на дно И я хватаю это все в дугу Катушку вот Раньше не мотали по 100 метров Вот сколько раз моталось А он видимо в трубу в трубу Ну и конечно все порвал Порвал я Здесь у меня сердце вылетит Вот-вот сейчас Ну что поднялся Уже все Уже нервничаю Рассвет Собрались Уехали Я Дней 20 Каждый день я туда ездил Рано утром В 4 утра На велосипеде 25 километров в одну сторону И в итоге я его поймал Ну а если я думал Ты не смог Я его поймал И ты знаешь Он не такой крупный был Как я думал Всего 12 килограмм Я представляю Как ты спал на эти дни Крупный молодец Чего-то мелкое Отличная рыбка, Володя Поздравляю Смотри Первая сегодня Первая Маленькая Ну Давай подержи Отличное начало, Володя Ну неплохое Неплохое Маленькое Ну да Ну начало положено Да Он тут пожеванный Сазанчик Это в камыше По-моему Вот я его тянул Они же после Уже как бы Отметались Трутся Может уже Да Сейчас же икранил Я говорю Что они такие неактивные Неактивные Мы его отпустим Конечно В любом случае Отпустим Да Спасибо тебе То, что нас Доброго Отличное начало Ну да Для начала Пойдет Хоть и маленький Но зато Вообще Заклева нету Да Ну поэтому Но еще не вечер Но еще не вечер Еще не вечер Это высоко Это хороший признак У нас еще деликатез Для них приготовлены Это креветки Да С тобой попозже Поменяем насадку На креветку То есть И будем ждать крупника Крупника Вот и А мы сейчас его отпустим Давай Отпустим Конечно Ну что Пора Подавать к столу Нашим Друзям Десерт В нашем случае Это креветка Мы сейчас его насадим Красиво Так как здесь сазан дикий Он категорически Не реагирует На прикормку На бойлы А только клюет На нарезку И вот хорошо Сазан любит здесь Вот такие креветочки Маленькие Субтитры сделал DimaTorzok С вечерела И будем ставить креветку Некоторые чистят Вот это вот Убирают все И там с головы Вот Рыба уколется Там что-то сделает Да как в природе Никто ничего не чистит Поэтому я ее ставлю Целиком Вот так И забрасываю Вот все Вот и весь секрет Прям вот так Вместе с головой И жало не вытаскиваю Вот так вот она висит На горизонте Царила прекрасная Атмосфера Небо налилось Оранжевыми красками Глаз было Не оторвать От такой красоты Ну наконец-то Есть Сидит 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 Родной Есть Пацак Пацак И как ни крути Вечерная рыбалка Дарит непередаваемые ощущения С замиранием сердца Ждешь этих поклевок И как правило Все труды рыболова Вознаграждаются Спасибо Спасибо Ну вот Красавец Попался Попался Красавец На креветочку Вот Сейчас будем Пытаться И что Вылавливать Таких Красотуль Ветерок поднялся Наверное Будет Поклевочки Еще Да Есть Есть Да Да Ну небольшой Мне кажется Волочь Дай подсадку Пожалуйста Сам зайдешь Или мне Дай Не Я же там зайду Ну давай Не крупный Если был бы крупный Я тебя попросил бы Ну давай Гуляет Смотри Гуляет Тащит Смотри Ну а то бывает Знаешь Кажется Что не крупный А к берегу Подходит Начинает Куралеть Я говорю Небольшой Он нормальный Нормальный На четверочку Кажется Или на пятерку Даже Смотри Смотри Что он вытворяет Воздуха Дай ему воздуха Вот Подышал Подышал Все Давай Вот туда Сейчас Рыбка такая У нас Ну небольшая Где-то На троечку Или на два с половиной Волочь Ну где-то два с половиной Наверное есть Да Ну до троечки Не дотягивай Два восьмсот Я бы сказал Да Где-то вот так Ну знаешь Еще пару таких рыб Я думаю Что рыбалка У нас удалась Да Ну Попробуем Еще парочку Давай я его отпущу Сейчас Кучок Вытащу Пока Левочка Есть Оверь Да Ну большой Как сопротивляется Как большой А там Кто его знает Давай по такому Зайду О фрикцион Заботает Даже Поможешь Да Я уже Не буду Лазить Не форсируй Не Я потихонечку Пусть подышит Володь Вот твоя рыбка Дружище Отличная Отпускай ее тоже Отпустить? Конечно Что с ним делать Все Иди Дорогой Пускай Плывет Домой К своим Деткам Что-то у нас С тобой Сегодня Крупного Нет Мы еще Не вечер Будем Себе Еще дальше Рыбачить Не Ну Рыбалка Лотерея Иногда Бывают Крупные Иногда Вообще Ничего Не бывает Поэтому Здесь Уже Что Мы Недели Сон Назад Были Здесь Рыбачи С ребятами Погода Конечно Была Холодно Дождь Шел Очень Сильный Нам удалось Поймать Конечно Экземпляры Таких Хорошие Несмотря На то Что Погода Вот Такая Вот Ловили Часто На креветку Только Даже Нарезку Нет Самой Не предлагали Ну а креветка Много Было Мало Было И мелко Че-то мало Креветки Стало Добывать Ее Стало Трудно Очень Креветка Была Мелкая Но Несмотря На Это Согон Хорошо Но Это Был До Нерест А сейчас Ну Можно У него Принерестовый Жор Был Как раз Бывает У него Выход Он Так Вот Неделю Две Клюет А потом Все Исчезает И вот Сегодня Рыбалка Вялая На мой Видно Видно Сама Рыба Вяла Молодь Ты Как Опытный Доболов С Большим Старшем Можешь Лидать Несколько Советов Начинающим Доболов Молодым Ну Во-первых Нужно Подходить Ко Всему делу Любому делу Творчески Искать Там Не клюет Значит В чем Причину Надо искать Но Любить Природу Относиться Бережно К ней По возможности Там Не жадничать Отпускать Рыбу Чтобы Другой Молодежи Уже Когда Эта Молодежь Станет Взрослыми Мужиками Чтобы Следующее Поколение Могли бы Тоже Получать Удовольствие От рыбалки Ну Что Не гоняться Там За Какими-то Сверх Дорогими Снастями А уметь Пользоваться Тем Что Доступно Я думаю Я думаю Мы Сегодня С тобой Показали Хороший Пример Молодым Я Рассчитываю Наверное Отпускали Всю Рыбу Даже Не взяли Ни Одного Я Думаю Все Равно Вот Когда Отпускаешь Рыбу Получаешь От Этого Тоже Удовольствие Удовольствие Еще Какое Получаешь Да Уваживаешь Это Одно Отпускаешь Тоже Туда Лишь Как 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 Живот А Жизнь Согласен С этим Да Все Рома Поплевчика Нанес Хорошего Грета Чего Крупная Ребята Чего Я Наверное Возу Зайду Уже Зайду Все Я Его Все Таки Взял Сазанчик Хороший Вот Ребят Красавец Наш Настало Время Попрощаться С этим Прекрасным Водоемом И Все Хорошее Когда Это Заканчивается Как Наша Синичная Рыбалка До Новых Увлекательных Встреч На Телеканале Дикий Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова